Небесный покровитель моряков и путешественников – святой Николай Чудотворец. На территории воинской части морской авиации Тихоокеанского флота ему посвящен небольшой, но очень уютный и любимый многим храм. Репортаж из Находкинской епархии. Свято-Никольский храм села Николаевка отметил свой престольный праздник. В епархии это место традиционного паломничества сотен прихожан из Находки, партизанска, поселка Врангель, сел Сергеевки, Владимира Александровского, Золотой долины, Лозо. Божественная литургия прошла по пасхальному торжественно. Верующие вспоминали события перенесения мощей из Мерликийских в Бари. И как в тропаре появится, что море светися. Когда море переносили из Мерликийских, кто помнит историю мощей святой Николай, то море светилось, то есть когда двигались вот такие мощи со стороны Турции нынешней и до Италии, то все освещалось от движения вот этих удивительных останков святителя Николая, которые сейчас, наверное, самые почитаемые в мире. Престольный праздник продолжил малый крестный ход по территории военного гарнизона. И пение тропарей святителю Николаю радостно перекликалось с песнопениями Пасхи Христовой. Это самое духовное, так, в принципе, так это словами даже не бить. Духом стяжать, духа, духа это, то есть. Благодаря Николаевичу Дотворцу уже духом-то стяжаться будет. Просто через него, через святых же и все это идет. Я рвалась, думала об этом дне, чтобы обязательно пойду, обязательно буду кланяться, молиться, чтобы детям помог, ну-ка. Торжества в Николаевке закончились прохождением прихожан под иконой святителя Николая. Здесь говорят, что соседство храма с морской военной авиацией не случайно. Небесный покровитель церкви обеспечивает защиту дальневосточных рубежей. Это святой, у которого прямой телефон с Господом. Позвонил, Господь его услышал, ну так, чтобы понятно было. То есть помолился, попросил, и Господь ему все даст. Опять же, он не для себя просит, а для других. Так что мы должны не себе просить, а для других просить. А еще миряне и духовенство и пархи считают, что пребывание честных мощей святителя Николая на русской земле, принесенных из города Бари, промысел Божий и благодать, которые проникли в сердца православных христиан. И не важно, где они живут, на Дальнем Востоке или на берегах Балтики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова